Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Королевство Северного Пельменя, США. Примерно в километре от побережья Коннектикута находится остров площадью 1 гектар под названием Остров Северного Пельменя. Остров давно является участком земли важного значения, потому что на нем находится маяк Северного Пельменя, который был построен в 1859 году, чтобы предупреждать корабли о мелководье. Маяк использовался до 1959 года. Кейман приобрел остров в 1986 году и начал обустраивать его, построив, например, копию Стоунхенджа. Позже попытки изобретателя построить ветряную турбину вызвали недовольство местных властей. Они запретили строительство, и в ответ на это остров вышел из состава США. Конечно, юридически это не признали, но этот факт не остановил Кеймана. Он создал конституцию, флаг, валюту и национальный гимн остров, а также начал называть себя лордом-пельменем. Удивительно, но благодаря его контактам успешного бизнесмена Кейман, как он сам утверждает, смог убедить тогдашнего президента Буша подписать неофициальный пакт о ненападении. Впоследствии бизнесмен смог построить ветряную турбину, а также установить солнечные батареи, что означает, что королевство северного пельменя теперь экологически безопасное. Свободный округ Ланруст Ланруст – это маленький рыночный городок в городе-графстве Конуи , который из-за своей давней привязанности к торговле шерстью стал популярным туристическим местом. Обычно его называют Валийским городом, однако есть исторический прецедент, который может фактически означать, что это микронация в пределах предоставленной юрисдикции. Столетия юридических баталий не смогли найти решение этого вопроса. Все началось в XIII веке, когда тогдашний принц Уэльский взял город под свой контроль и объявил, что тот полностью независим от местной епархии и, следовательно, является свободным округом. Несмотря на попытки местного духовенства заручиться помощью Папы Римского и отменить это заявление, принц мог обосновать свои требования. После его смерти и в последующие века, по мере того, как Уэльс все больше объединялся с другими регионами страны, подавались петиции, требующие отменить независимость Ланруста. Но они были отклонены из-за сопротивления местных жителей. Город разработал свой собственный герб, флаг и девиз. Ланруст в 1947 году даже обратился в Организацию Объединенных Наций, чтобы его признали независимым государством в составе Уэльса, но ООН отклонила эту заявку. Но это не помешало местным жителям считать, что город действительно является независимой микро-нацией, и поскольку их претензии уходят корнями глубоко в историю, трудно сказать, что они ошибаются. Ахзивланд Основанный в 1971 году Илаем Авивом, моряком ирландского происхождения и членом элитного боевого отряда Хагана, который впоследствии стал израильской армией обороны Израиля, Ахзивланд — это микро-нация, расположенная на границе между Ливаном и западным побережьем Израиля. Она находится рядом с руинами древнего города Ахзив, от которого получила свое название. Вскоре после своего создания Ахзивлан стал известен как микро-государство для хиппи. Оно привлекало художников, писателей и представителей андеграунда. Большинство из них поселились в заброшенных зданиях, которые были расположены в том месте. Эта история интересна тем, что произошло потом, когда Авиви объявил о независимости Ахзивланд. Его арестовали, но всего через 10 дней выпустили на свободу после того, как судья постановил, что не существует закона, запрещающего создавать страну без разрешения государства. А затем Элай подал в суд на правительство, и судья постановил, что государство должно сдать территорию мужчине в аренду по крайней мере на 99 лет. Хотя это и не дало Ахзивланду статус независимости, его жители и сторонники создали флаг, национальный гимн и выпустили свои собственные паспорта. Авиви был избран президентом, и этот пост он занимал до своей смерти в 2018. И хотя сегодня жизнь микронации не так оживлена, как во время своего расцвета, в Ахзивланд по-прежнему есть гостевой дом, кемпинг и музей любопытных предметов, которые были найдены в окрестностях. Свободный город Христиания Дания Расположенный на острове Амигар, находящемся в пределах столицы Дании Копенгагена, этот район с 1971 года претендует на статус государства и не подчиняется правилам установленным в окружающей его стране. Район называется Свободный город Христиания. Эта земля веками использовалась военными. 26 сентября 1971 года местный писатель опубликовал журнал, который объявил это место открытым и свободным городом. С самого начала появления города здесь открыто продается и потребляется конопля, что является незаконным в других местах Дании. Но власти поначалу закрывали на это глаза. Правда, к концу 1970-х годов ситуация вышла из-под контроля, и суд постановил освободить землю. Но это решение вызвало много вопросов. Жители свободного города, христиане, решили работать сообща, чтобы очистить город от тяжелых наркотиков и банд. В следующие годы новые банды пытались взять район под свой контроль, но были вытеснены, и поэтому чиновники в Копенгагене вернулись к своей политике игнорирования происходящего в городе. Они вмешивались в дела христиании, только если события там начинали влиять на жизнь столицы. Сейчас в городе проживает около тысячи человек. Лидеры свободного города христиане недавно согласились присоединиться к его столице. Была запущена процедура, благодаря которой жители могут законно приобрести землю, на которой живут. И тем не менее, собственным флагом, гербом и совершенно иным применением закона по сравнению с остальной частью Копенгагена, свободный город христиане остается микронацией и фактически четвертым самым популярным туристическим объектом в Копенгагене. Его каждый год посещают примерно 500 тысяч человек. Княжество Снейк-Хилл, Австралия В начале 20-х годов семья, живущая в сельской местности неподалеку от города Муджи в Новом Южном Уэльсе, поняла, что с трудом выплачивает налоги, которые от них каждый год требовало государство. Люди решили, что нужно что-то предпринимать, чтобы решать эту проблему. После того, как против семьи было возбуждено судебное дело, они пришли к выводу. А перед этим узнали историю другой микронации, которая также находится в Австралии, что ничто в австралийском законодательстве не мешает им взять и создать новую страну. По крайней мере, так они это поняли. И 2 сентября 2003 года эти люди провозгласили независимость, назвав это крайним средством и сравнивая свой шаг с отделением США от Англии в 1776 году. Князь Павел вместе с женой княгиней Еленой, правящей вместе с ним, был коронован как первый правитель княжества Снейк-Хилл. Занимая территорию, равную территории Монако, Снейк-Хилл насчитывает сейчас несколько сотен граждан. И хотя князь Павел умер, княгиня Елена по-прежнему управляет территорией вместе со своей дочерью княжной Паулой. Здесь есть две газеты, церковь, у микронации есть даже своя валюта. Но юридические проблемы с австралийскими судами продолжаются. Там до сих пор не могут прийти к мнению, является ли такое отделение законным. В последнем решении суда было заявлено, что Верховный суд Нового Южного Вэльса не обладает юрисдикцией для принятия такого решения, и что это вопрос уже международного права, который должен рассматриваться Верховным судом Австралии и Международным судом. Свободная республика Либерланд, Хорватия и Сербия. На любой участок земли в мире претендует по крайней мере хотя бы одна страна, но есть несколько участков суше, о которых по разным причинам забыли. Это идеальные места для создания микронации. Именно это произошло в 2015 году, когда чешский политик Вик Ядличко предъявил требование на участок земли площадью 7 кв. км, который находится в пойме реки Дунай, и объявил его микрогосударством под названием «Свободная республика Либерланд». Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся завтра. Пока.